Питца церкви впервые. Вот, это не не от себя, а защищать правду Божию. Это классическая история, а люди время стал Антиох-Эпифан. Сделаю шаг назад. Я говорила о том, что глобально для того, чтобы Адам восстановился, нужно исцеление в этих трех сферах. И нам очень близка мысль о том, что когда Бог спасает человека, Он исцеляет его, правда? И мы опять же, когда говорим о спасении, тут уже снова играет роль мировоззрение, то, в какой культуре вы были воспитаны, как вам были преподаны эти основы веры. Но, наверное, вы тоже знаете, что в христианстве, в восточном, в западном христианстве, подход или взгляд на то, как совершается спасение, довольно не одинаков. Довольно не одинаков. Принято считать, принято считать, что западное богословие, оно говорит о том, что такой имеет юридический подход. Вот, тетелистай, все совершилось на кресте. Юридический подход, это была вина, было наказание, все, все решилось. Вот, восточное, восточное богословие, оно не смотрит на спасение, как на разовый момент. И мы очень часто, не определившись, как мы на самом деле об этом думаем, ну, так случается, мы что-то когда-то узнали, нас удовлетворили, какие-то ответы лет 20, 15, 10 назад, мы прошли какой-то путь, и мы больше никогда не спрашивали себя. Мы видим, что мы постоянно сталкиваемся какими-то недоразумениями или несогласиями, но мы не делаем ревизию своих взглядов, своей веры. Вот, и получается такой, ерунда получается. Люди, которые однажды уверовали, что совершилось юридическое спасение, потом никак не могут понять, зачем спасать нужно себя со страхом и трепетом, от чего именно и кому это все надо. Или там, в это юридическое понимание очень часто не влазит никаким боком момент освящения. Если уже все спасение совершилось, ну, как бы, святость — это вроде как неплохо, но можно и без него, ну, потому что ж, зачем платить больше, как за порошок. Восточное богословие, оно связано со спасением, в котором очень делает акцент на учение спасения, в котором большую роль играет сам человек. И вот это две спорные школы. Мы должны с вами, чтобы пойти дальше к человеку и к душе по печенью, о человеке в теле Мессии, нам нужно сейчас понять, как мы думаем. И, возможно, нам нужно поговорить об этом, ну, хотя бы найти какую-то точку соприкосновения. От чего спасает Бог? От чего спасает Бог? Если Бог спасает, то хороший вопрос, от чего? Ну, и более сложный вопрос, каким образом это происходит. Вот. От чего спасает Бог, если Он спасает? У меня был один знакомый еврей Леня, вот. И он говорил, когда придет мой Мессия, он всем покажет, ну, и дальше пи, я не скажу, что он говорил. Потому что то, что вы говорите, это не спасение. Он очень страшно раздражался, когда мы говорили ему о спасении. Он говорит, от чего Он меня спасает? Я плохо живу. Что Он мне дал? Ни от чего Он меня не спасает. И мы тогда ничего не могли объяснить. Нам действительно не хватало внутреннего понимания. Мы просто верили, но мы сами не понимали. И мы не могли объяснить человеку, думающему, с критическим таким подходом мысли. Мысли по-другому. Мы не могли ответить на его вопрос. Итак, от чего спасает Бог, друзья? От второй смерти. От второй смерти. Откуда вы знаете, что она есть? Давайте же представим, что я Леня. Я ничего не знаю. Я вашу Библию не читал, я Леня. Вот. От чего спасает Бог? От вечного мучения. От ада. От ада, да. И тоже, он может сказать, что его это... Придумали. Это разговор ни о чем, вы знаете. Но это все, это верою берется. Мы верим просто, что это так. И это верою только. Это невозможно доказать. Это нельзя не доказать. Это где-то внутри есть вот этот вот дух богоискания, дух святой, который все знает, и он ведет, и он дает веру, и он дает вот эти чувствования, понимаете, и за собой ведет. Это нельзя доказать никому. Скептически настроенным человеку невозможно. Нет, невозможно. И все же от чего спасает Бог? От греха. От вины. От вины. От проклятия. Евангелие, Евангелие, простое Евангелие, которое, вот, повествование, евангельское повествование должно быть сужено до минимального вообще послания, до тезисного. Вот это все, что вы говорите, это правильно, это аминь. Но единственное, чего, а это все последствия, ключевое, вот то главное, чего спасает Бог от смерти, друзья. Нет, от смерти. От смерти. От наказания. Да, вы сказали, да, здесь это прозвучало. От смерти. Он, человека, спасает от смерти. Восточное богословие, оно говорит о том, что человек имеет спасение только тогда, когда он обращен или соединен с Богом. С их точки зрения, с их точки зрения, я спасаюсь сейчас, в данный момент, когда я стою лицом к лицу к Богу. Если я от Бога отворачиваюсь, я отворачиваюсь от света, и в этот момент я не нахожусь, так сказать, в зоне спасения. Вот в этом у них, да, такой основной спор. Западная школа говорит, что если ты получил это право, это навсегда. Вот, я, ну, у нас нету сейчас цели разбирать эти взгляды, но точно, что нам нужно сегодня для себя, точно, что нам нужно для себя утвердить вот в отношении к плану спасения, к учению о спасении, что, друзья, спасение Божье, оно находится вне времени, оно находится в прошлом, в настоящем и в будущем. Если мы выбираем какой-то один аспект, мы пролетели, мы потеряли вообще смысл. Если у нас нету прошлое, нету и будущее тоже. Спасение совершается в прошлом, в настоящем и совершится в будущем. Я сейчас дам ряд мест писаний, чтобы показать эту мысль, как она в Библии открывается, эта мысль. Что совершил Адам, в общем-то, посредством чего произошла эта беда или трагедия? Он выбрал независимость. До тех пор, пока он был связан с Богом, он был соединен с Богом, ну, если хотите, это можно как розетка, я не знаю, ток идет до тех пор, пока вилка подключена к источнику. Бог есть источник жизни. Пока Адам был подключен к источнику жизни, жизнь, она проистекала от Бога в его жизнь. Когда он потерял связь с Богом, соответственно, он потерял источник, и он стал смертным, что не было запланировано Богом. То есть он не был создан вечным, Адам. Это тоже важно понимать, потому что вечен только Бог. Ничего вечного, кроме Бога, не существует. Но по благодати Божьей, по дару от Бога, он мог жить вечно. Выбрав независимость, независимость, оторванность от Бога, он выбрал в конечном итоге смерть. И вот этого наказания, от этого финала его пути, спасает Бог. Вот от чего он спасает. Соответственно, вина и все остальное, мы это будем обязательно разбирать. Потому что это важные моменты. Вина, как ничто, важно. Важно понять ее значение. Итак, в прошлом. Почему мы сейчас находимся в таком времени, в истории, когда мы можем говорить о спасении в прошлом. Колоссянам 2 глава, 13 стих. Спасение в прошлом. Говорит, что он перечеркнул список наших долгов. Колоссянам 2 глава, сейчас считаю 14 стих. Он перечеркнул список наших долгов, предъявленных к оплате, предписаниями Торы. И уничтожил этот список, пригвоздив его к кресту. Этим он обезоружил начало и власти, и выставив их всем на посмешище, повел как пленных в своем триумфальном шествии. Где было это триумфальное шествие? Где он взял в плен? Ишуа взял в плен. Это начальство власти. Какие начальства власти? Тьмы. Не мэра города, понятно, да? Духовные власти. Он взял их в плен и провел их в триумфальном шествии. Где? В нас на подверг позору. На кресте. После креста? В духовном мире. Это вселенная, космос, как хотите. Духовный мир. Он по вселенной провел вот их в позоре, да, как пораженных по всей вселенной. Он не просто предоставил триумфальное шествие по Адаму. Как немецкая войска. Да. И это что? Это уже совершилось. Это совершилось. Тетелиста – это слово, которое он сказал на кресте. Тетелиста – совершилось. Это совершилось. Это было. Но мы знаем о том, что некое спасение должно еще произойти. Дело-то незавершенное, незаконченное. Евреям 9 глава 27-28 стихи. «И как людям положено однажды умереть, а потом суд, так и Машеех однажды принес себя в жертву, чтобы вознести грехи многих. А во второй раз он явится не для очищения греха, а для тех, кто ждет его во спасение». Мы знаем, что грядет второе пришествие и будет совершена еще следующая часть работы. И это спасение будущего. Где же находимся мы? Здесь написано, что он придет для тех, кто ждет его. То есть люди, находящиеся вот в настоящем спасении. И сейчас о нем поговорим. Филиппийцам 2 глава. С 1 по 16 стих. Давайте, может быть, вы откройте. У вас есть в Писании? Кто-то пришел с Библиями? Филиппийцам 2 глава. С 1 по 16 стих. Если у кого-то есть еще и радостная весть или там современный перевод, чтобы легче на ухо было. Есть у кого-то? Давайте внимательно послушаем отрывок с 1 по 16 стих. Вторая глава филиппийцам. Кто может? Читай, есть Синодаль, ничего страшного. Читай, Наталка. Синодаль. Ну, какой есть? И так, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость. Имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренному мудрю почитайте один другого в высшем себя. Не о себе только каждый заботится, но каждый и одному. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не по честным хищениям, будь равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилась всякое колено небесных, земных и преисподних. И всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. И так, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит вас и хотение, и действие по своему благоволению. Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми, чадами Божьими непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире, содержа слово жизни, к похвале моей в день Христов, что я нечетно подвязался и нечетно трудился. Обратите внимание, друзья, на то, что когда есть вот эти обращения к тому, как должно жить верующему человеку, то Павел никогда не обращается лично к одному человеку, он всегда говорит, это всегда послание адресованной общине, всегда адресованной общине. И вот тут мы приходим к сути, спасение совершается в социуме. Я хотела сказать, что восточное мышление это коллективное мышление, чем западное мышление. Западное индивидуальное больше, а восточное коллективное. Да. И все послания о спасении, вернее так, о том, как следует жить сейчас здесь верующему человеку, они адресованы обществу. Они не адресованы лично человеку. И здесь есть это место в 12 стихе, где написано, что совершайте спасение, да, то вот это слово совершайте, оно так же творите, делайте, производите, создавайте. То есть здесь речь идет о том, что все-таки вот эта жизнь на земле, которая должна выражаться в виде, который описан, мы имеем представление, как выглядит, как внешне выглядит этот образ жизни. И здесь такой повелительный глагол, что вы должны это делать. То есть вы не просто стали частью какого-то, вы не просто стали частью великого плана Божьего, где все сделал он. Мы знаем, что без него мы, в общем-то, ничего действительно не можем. Но как бы выглядит так, что вроде как человеку ничего делать не надо, ему нужно только верить и провозглашать. Но часть Писания имеет прямое указание к человеку, который должен совершать свое спасение. Вот как это выглядит, и это выглядит в обществе. Человек не может сделать все вот эти вещи, находясь один на один, потому что смирение один на один не происходит, вернее, когда ты сам с собой, потому что тебе не под кого смиряться. если ты сам, тебе некого прощать, если ты сам, тебе некого любить, все вот это невозможно сделать человеку, который один. И это, это такое сложное, вообще община, это сложное устройство. Иногда люди, которые устают, или это верующие люди, которые долго в церквях, они начинают, зачем все это надо, они начинают пересматривать необходимость нахождения в церкви, обижаются на кого-то там, хотят уйти, не пересматривают, а нужно ли это. Но когда мы возвращаемся к тому глобальному вообще посланию Божьему о спасении, то оно вне тела, пардон, вот не работает. Бог сделал то, что он сделал, он сделает то, что он сделает, но что касается человеческого, совершайте, вне социума, вне тела, это сделать невозможно. Римлянам 5, я зачитаю ряд мест писаний, «Вы полны благости и исполнены всякого познания и можете наставлять друг друга. Любовью служите друг другу, Галатам, Ефесянам, со всяким смиренно, мудрием и кротостью и долготерпением снисходите друг к другу, любя Ефесянам, будьте друг другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, повинуясь друг другу в страхе Божьем». Филиппийцам, имейте одни мысли, имейте одну и ту же любовь, будьте единодушны, единомышленны, колоссянам, не сходите друг к другу, прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. «Слово Мессии довселяется в вас обильно со всякой премудростью, научайте и вразумляйте друг друга». Первое Фессалоникийцам, увещевайте друг друга, назидайте один другого, как вы и делали. Евреям, наставляйте друг друга каждый день, каждый день это вообще жизнь совместная, где там общество такое тесно сплетенное, община, жизнь общины. Евреям будем внимательны друг к другу, поощряя к добрым делам и к любви. И вот почему я думаю, что вот это все возможно тогда, когда в общинах хорошо, не просто существует, а хорошо работают домашние общины. Вот почему я думаю, что на кафедральном собрании все это восполнить, исполнить невозможно. Вот почему я думаю, что общины, которых пришло стадо Божье, послушала проповедь пришло и ушло, оно все вот это, что вы сейчас прочитали, выполнить не может. Не может, потому что люди приходят к кафедре и уходят от кафедры, но между ними нету никаких взаимоскрепляющих связей, у них нету возможности созидать отношения, у них нету возможности ссориться и прощать, потому что они просто не пересекаются в совместной деятельности. Вот почему я думаю, что Бог хочет, чтобы были домашние общины, потому что как раз они создают условия и помещают людей в такие тарелочки, где мы начинаем как лакмусовые бумажки друг друга проверять на любовь, прощение и так далее. Общество, приближенное к нам, оно наша лакмусовая бумажка, которая очень быстро проявляет наши чувства, которые нуждаются в спасении. Итак, есть три аспекта спасения. Три. То, что было, то, что произойдет, подходя ближе к нашему вопросу душепопечения, мы сейчас находимся и будем рассматривать, и будем топтаться на месте вокруг этой темы спасения, которое происходит сейчас. Спасение, в котором участвуем мы с вами. Тогда, когда произошел этот акт спасения в прошлом, мы избежали или получили свободу от наказания за грех. Вот, что произошло в прошлом. То, спасение произойдет, оно избавит мир от присутствия греха. Это будет нечто глобальное, нам еще до конца это непонятно. Бог избавит от присутствия греха. Вот, мир. То, что происходит с нами сейчас, мы с вами, друзья, получили, послушайте, власть греха над нами. Как мы можем совершать спасение? Мы можем совершать спасение, потому что мы получили свободу от власти греха над нами. Потому что Писание говорит, что грех, он властвовал в мире. Да? Но когда мы приходим под защиту Божью, вот эта власть греха, она не имеет над нами никакой силы. Когда мы это понимаем, когда мы в это верим, мы можем сражаться с разными вещами в нашей жизни. Когда мы думаем, что мы рабы, и не понимаем, какая победа на самом деле в нашей личной жизни от Господа произошла, мы бороться даже не можем. мы верим в то, что как этот слон, когда он вырастает, когда он был маленький, его на цепь привязали за ножку, и он пробовал вырваться, и у него ничего не получалось. он вырос, и он по-прежнему думает, что его цепь держит, хотя ему стоит один раз дернуть ногой, ведь от нее ничего не останется, но он верит в то, что он связан. И так очень часто происходит с людьми, которые не понимают, что грех больше не имеет над ними власти. То, что было в прошлом, это был такой момент, то, что будет в будущем, это момент, то, в чем мы находимся сейчас, это процесс. Процесс. И мы перейдем, давайте, наверное, остановимся, прежде чем куда-то перейдем. Если что-то, что вы услышали, не совпадающее с вашими убеждениями, или, может быть, что-то новое, что вы для себя нового услышали? Почему я это спрашиваю? Я знаю, что вы из разных общин, да? Вы из разных общин, нет? Ну, как, из разных, я точно знаю, что из разных. я знаю, что основы веры по-разному преподаются. Поэтому я задаю такой вопрос, потому что дальше мы перейдем еще к следующему такому шагу, который, если здесь мы можем разобраться, то следующий шаг, он такой, тема более конфликтная. Ну что, идем дальше? Да. Нечего сейчас обсуждают? Да, поехали дальше. Итак, душа по печенье. Перейдем к следующему. Да, пожалуйста. А эти вопросы вы нам не хотите ответить? Какие? Ну вот, чтобы нам задать. Три вопроса? Да мы пришли. Обязательно, мы будем их разбирать. Обязательно. То, что я сейчас говорила, все, мы будем к этому постоянно возвращаться. Это база, к которой мы будем возвращаться. Это очень правильно, что вы акцентировали вопрос о том, что мы совершаем свое спасение. Очень многие считают, что они покаялись, сказали молитву покаяния один раз, и все, и они спасены. И можно уже жить, как им хочется. Кто-то сказал, Августин, по-моему, сказал, что покаяние начинается с осознания греха. Если люди не ощущают свои греховности, у меня большой вопрос, в чем они каялись. Я вот каждый день встаю, и я понимаю, что я грешный человек. И я хочу вам сказать, что ощущать это начала далеко не в начале своей веры. В начале своего верования я считала, что я свечусь. А чем дальше влез, тем больше с взрослением я слишком отчетливо вижу все больше свои несовершенства. И у меня бы сегодня язык так не повернулся. Я невероятно благодарна Богу за его прощение. невероятно восхищаюсь тем, что он творит и творил во мне и делает в людях. Я вижу, как меняются люди. Для меня это величайшее чудо. Но когда люди не работают над собой, это очень большой вопрос вообще. Это странно. Это защитные механизмы и блохи, и мы о них поговорим. на самом деле такое поведение это абсолютно с точки зрения психологии это защитные механизмы. И вот они в религиозной сфере нашли вот такой трюк. Люди защищаются, вот они придумали, у них есть набор мест из Писания. Такой я в домике, все, не пробьешь. Это защитные механизмы, потому что люди травмированы, им нужно исцеление, и это как раз тема нашего предмета. Итак, давайте поговорим о терминах. Ну вот, я решила сделать что-то банальное, взяла из Википедии душепопечения. Я вам сейчас прочитаю, что они пишут, и сразу буду с этим спорить. Душепопечения это церковная психология, психологическая помощь священника прихожанину. Часто рассматривается как синоним духовничества. Термин был введен Григорием Двоесловым. Значит, кто такое Двоеслов? Двоеслов 500-600-е года. Откуда, вообще, когда появился термин душепопечения? 500-600-й год. Это не современное слово. Кто такой Двоеслов? Это Папа, один из Пап, один из латинских учителей церкви. Почитается как в католической, так и в православной церкви. И англиканским сообществом, и некоторыми лютеранскими, то есть, ну, скажем, это личность человека, она принимается широким кругом христианства. Жан Кальвин восхищался, Григорием считал его последним хорошим папой. Григорий Двоеслов, вот он вел этот термин. Почему я говорила, что может быть конфликтный такой предмет у нас, потому что понятие психологии в церковной среде очень уж такое вызывающее разные отношения, как негативное, так и позитивное. То есть, церковная психология такое не очень распространенное, даже, думаю, что вы встречались с таким церковной психологией? христианская психология. Христианская церковная психология. Ты что сказала? Я спешила как термин? Ну, вообще, на слуху вам такое было? Да, конечно. Было, да? Скорее, христианская. И, скажем так, почему много негативных эмоций или отношений вызывает понятие христианская психология? Почему? Потому что в свое время накосячили представители этого дела немало. Вот. И это нормально. Почему? Потому что когда что-то плохо развито, оно плохо работает. Мы поговорим об этом. Читаю Википедию. В широком смысле душу попечения включает в себя богослужение в узком смысле частной беседы с целью выслушать проблему, решить ее в соответствии с священным писанием и изучением церкви. В отличие от психологической помощи душа попечения, как правило, не сводится к однократному сеансу, но имеет цель приобщить человека к церкви через молитву и исповедь. Также душа попечитель выражает личную драму на языке религиозных терминов, таких как грех, искужение, соблазны и прочее. Частыми темами души попечения являются семейные неурядицы, потеря близкого человека, алкоголизм, наркомания, одиночество, депрессия, стресса, суициды. Души попечения не подменяют медицинскую помощь и в необходимых случаях священник рекомендуют своему в кавычках чаду к ней прибегнуть главным образом, если проблема носит не духовный, а психосоматический характер. Также душа попечения входит в состав капелланского служения, посещение на дому, подготовки людей к церемониям вечания и похорон. От души попечителя требуется прежде всего умение слушаться, переживать, понимать, а также отсылчивость и приветливая и тут у меня возникает вопрос, я его придержу, у вас вопросы возникают, вот вы сейчас слушали, есть что-то, чтобы вы хотели прокомментировать? Я знаю, что это конфликтная тема, давайте об этом поговорим. Кто из вас сталкивался с негативными последствиями? Можешь рассказать об этом? Не можешь, окей, проехали? Негативными что? Последствиями душепопечительства? Да, вот этой психологии христианской, да. Ну, я вообще считаю, что психологии христианской не должно быть. Не должно быть. Почему, можете сказать? Почему? Потому что психология это религия неверующего человека, и она нивелирует вообще жертву Христа, его крови, его спасения, покаяния. Можно пойти к психологу, ему все рассказать, он тебя успокоит, он тебе на мирском уровне тебе поможет, и все. И человеку действительно где-то немного легче, но он идет в ад. То есть психология не приносит спасения? Не приносит. Ну, окей, безусловно. ее... Религия неверующих. Что вы хотели сказать? Семерным отношением помогает. Ну, помогает, конечно. Семерным отношением супружеских пар часто очень без психолога не обойти. Почему? Не говорим четко о спасении. Так. Не говорим вообще о... Вы просто выскажите, что вы думаете об этом. Это важно. надо. Я думаю, что это альтернатива духовности. Это альтернатива духовности? Нет. Что вы не согласны? Это не может быть конечно альтернативой. Нет, не в кости. Спасения никакого нету, поэтому какая-то альтернатива. Это просто спасение с медицинской точки зрения. Я думаю, что это очень тонкая уловка врага, чтобы увести верующих в сторону. Я думаю, что это дает возможность разобраться в более глубоких проблемах, почему человек не может перейти на какие-то с чем-то допустим простить кого-то, отпустить там. То есть вот есть методы, я думаю, что в психологии, которые помогают перейти приблизиться к Господу, чтобы Господь исцелил вот эту часть, чтобы он открылся на Бога. просто открылся и показал, где проблемы. Господь показал даже через человека, который могут консультировать, просто общаться с этим человеком. Спасибо. Я думаю, что психология, она должна просто базироваться на теологии и тогда из этого получается здравая наука. А так как она оторвана от теологии, поэтому она не во всех ситуациях дает качественную помощь человеку. А драгоценные жемчужины и там тоже находятся и как-то просто находить. Вообще психология это же наука, а душе психоз душа же. Давайте запишем термины. А душе какая может быть наука, не знаете? А душе? Да, какая наука. Какие опыты можно ставить? Мы разберем эти моменты, мы разберем эти моменты. Да, друзья, смотрите, как говорит такая пословица народная мудрость есть, когда выливаешь воду, не выли ребенка. И давайте начнем с терминов и потом поговорим о науке и прочем и о душе и так далее. Хорошо? Душа попечения это забота о душе. Психология это учение о душе. Это термины. Что они означают? Душа попечения забота о душе, психология это наука о душе. Вот когда я прочитала из Википедии определение, хорошее на самом деле, я вижу, что писали православные, вот, у меня возникли попутные вопросы. Вот написано, от души попечителя требуется прежде всего умение слушаться, переживать и понимать, а также отзывчивость и приветливость. У меня возникает сразу же вопрос, а как его, кто его научил слушать, правильно ли он сопереживает, не вредит ли он, потому что, знаете ли, у доктора лечит ли он руку или душу, есть одно правило, не навреди, а в психологии это правило номер один, не навреди. откуда он знает, как сопереживать? Как он, здесь написано, что пастырское, вот это душоперпечение, оно не заменяет, или не от, сейчас дословно прочитаю, не подменяет медицинскую помощь, и в необходимых случаях священник отправляет человека как к доктору. У меня вопрос, а как он учит, откуда он знает, как различать, например, одержимость, демонизацию человека от шизофрении или психической любого вида сабоумия? Ну, это дары должны быть, дары духа, да, развлечения духа. Кто им поставил оценку? Друзья, мы сейчас говорим о сфере, у которой нет доказательств. Люди, которые считают, что у них есть дары, а я считаю, что я хочу проверить, не навредишь ли ты при своем даре. Дар! А сейчас вот давайте поговорим, дар, это часть человека или часть Бога в человеке? Часть Бога. Часть Бога. А что делать с тем всем человеческим? Ведь дар действует в плохих людях тоже? Конечно. Не в исцеленных людях действует Божий дар, потому что дар от Бога, а не человека. Что делать, когда куча людей с тяжелыми психическими травмами, душевными болезнями и проблемами, которые не смогли с ними справиться, толпами прут на факультеты психологии. Учиться. Знаете почему? Они думают, что они там разберутся и поймут, как себе помочь, а потом становятся дипломированными докторами. Большая часть из моего окружения, я не буду, у нас еще не популярно, это неоплачиваемое дело, но лет 20 нужно попахать в Украине, чтобы это набрало должное внимание и заслуженный авторитет. В основном, из моего окружения, люди с серьезными проблемами психическими закончили эти факультеты. И их отправили работать с детьми в детские садики и школьные заведения. И потом, эти сестры наши, когда приходит ребенок избитый родителем, избитый папой, мамой, надеюсь, не изнасилованный, приходит к этому психологу, а она, когда это видит, у нее начинается нервный срыв, она не может помочь этому ребенку, она прибегает вот с такой головой, и за нее надо молиться, ее спасать, ее консультировать, потому что она не в состоянии, она больна сама, такие люди не могут, нужно быть очень внутренне здоровым, исцеленным человеком, чтобы вообще в эту сферу лезть. Дар может действовать в плохом и в хорошем человеке. Дает ли право дар плохому человеку заниматься душепопечительством, если он является проблемным человеком сам по себе? Кто ему дает право и разрешение заниматься этим служением? Я хочу проверить. Если я человек, который допускает таких людей к служению, у меня должны быть какие-то критерии, ну критерии должны быть, по которым я бы могла бы определить. И это все уже не в сфере невидимого, это в сфере видимого. И мне нужна какая-то помощь компетентных людей, которые помогли бы мне разобраться с этими вопросами. И это наука. Давайте еще поговорим о науке. Вы замечательный вопрос задали, что какая может быть наука о душе. Когда вы идете к стоматологу, вы хотите, чтобы вами занимался человек, который хорошо знает зубы. Когда вы идете к портному, вы хотите, чтобы вас обслужил мастер, у которого есть опыт и знает свое дело. Когда вы приходите в ресторан, вы четко понимаете, что реклама крутая, а повар все испортил. Такое бывает. Вот у нас в Черновцах недавно открылся ресторан, я там не была, мне рассказали. Все замечательно, кроме кухни. Вот такие цены, вот такая реклама, крутое место по Еда Дрехт полнейшая. Говорю, облажались, человека не нашли хорошего, нужного. Так вот, душепопечитель человек, который должен знать, что такое душа человека, где она находится и как с ней следует обращаться и как ей не навредить. Как ей не навредить, как самому не быть втянутым через эмпатическое слушание в духовный мир. Тот, которому ты там не должен быть. Ты не должен там быть. можешь так сопереживать человеку, что он вернешь в тот колодец, в котором он живет и проживет, а вот ты там утонешь. Где эта дистанция? Где эти границы? Как слушать, чтобы слышать? Как слушать так, как сопереживать так, чтобы не загнуться, чтобы твоя семья не разрушилась от того, что ты весь разрушен, от того, что ты слышал сегодня? это очень серьезные вещи, которым нужно научиться. Я закончу, у нас будет перерыв. есть душа попечителя церкви? У нас есть уже три человека, одна сестра уехала за границу, у нас есть три человека, которые прошли образование в духовной семинарии, и мы сейчас думаем о том, чтобы один служитель точно отправился на обучение туда. Я проходила отдельную тему, пастырское консультирование, да, есть люди, которые обучались, да, вот, и несколько навыков, которые они привезли оттуда, навыки, которые доступны абсолютно всем, я с вами поделюсь, для этого не нужно получать высшее образование, но есть несколько навыков, которые могут принять все, я им, некоторые из них я вам передам, закончу, на истории делилась Ирина Вознюк, могу назвать имя, потому что, ну, это было открытое свидетельство, она пошла учиться вот на душепопечительский этот курс пастырской психологии, она много лет в служении, насколько мне известно, она открыла очень много церквей, у нее такое миссионерское служение, она пооткрывала массу церквей в Киевской области или там где-то еще в Украине, то есть человек с большим стажем, опытом служения, и она пришла учиться, и она рассказала почему. В их общине была семья, за которую постоянно молились, и там была женщина, у нее был неверующий муж, потом он обратился и ходил с ней в общину, долгое время, потом у него он стал одержимым, они изгоняли из него постоянно бесов, изгоняли, изгоняли бесов, потом он раз и умер. и при вскрытии обнаружилось, что у него опухоль головном мозге была, и она говорит, что большего, ну как бы стыда, разрушения вообще своих устоев на тот момент, вот как она делилась, она не переживала до этого, она говорит, налицо были все признаки беснования человека, галлюцина, у него были из-за того, что эта штука давила на мозг, у него были галлюцинации, он видел вещи, ну, он говорил с кем-то, они думали, что он говорит с бесами, когда находились в комнате, знаете, и этот человек, он должен был получить медицинскую помощь, душепопечитель должен был отличить или хотя бы предположить, что кроме бесов существует еще что-то в этой жизни, но вот эта заточка наша религиозная, вот такая, она не позволяла даже подумать им, что он болен, ему нужна серьезная помощь, они вымучили весь этот период, эту бедную жену, через там энкаунтеры, покаяния, что не хочешь, они вымучили его, они вымучили себя бесконечными молитвами, вот и пришли к такому финалу, она сказала я здесь, потому что я поняла, что мы все ужасно ошибались, перерыв.